Сколько бюджетных денег уходит на освещение Астаны? Таким вопросом задалась наш корреспондент и выяснила, что в месяц прогорают более 50 миллионов тенге зимой и втрое меньше летом. Таким образом, в час потребляется от 2 до 4 миллионов киловатт. Но даже несмотря на такие затраты, некоторые районы Астаны все еще остаются слабо освещенными. Подробнее в следующем материале. 17.35. В городе одновременно зажигаются десятки тысяч ламп. Светло на улицах Астаны будет до половины девятого утра. А включение уличного паркового освещения. Прошу всех выйти на связь с диспетчером. Диспетчер Слямова. Трудно представить, но 50 тысяч приборов уличного освещения приводит в действие один человек. Сидя за этим компьютером и в маленькой комнате. Если пасмурно, то мантом. Мы можем включать ее в ручном режиме. Отсюда управлением. Также одним нажатием мышки. И также город весь включается. Мало кто задумывается, но на освещение города уходит более полутора миллиона тенге. И это только за сутки. Сумма могла бы быть гораздо больше, если бы не энергосберегающие лампы. Но даже экономичные приборы не повод сжечь электричество напрасно, считают астанчане. Они нередко жалуются, что лампы в городе горят даже в дневное время. Специалистам Астана Калал-Джарык этот вопрос задавали не раз. В компании отвечают, что днем освещение улиц включают лишь в целях профилактики. Бывает, что короткое замыкание может быть, может быть кабельные повреждения. Поэтому после того, что как отработали, они обычно это все включают и смотрят. И на некоторое время, действительно, днем мы включаем свет. Просто для осмотра. А так в общей сложности у нас нет. Так, чтобы мы включали. Без необходимости не включаем. Если одни улицы Астаны освещают сотни ламп, то пройтись по некоторым в темное время суток без фонарика сложно. Жители частного сектора на пересечении Гастелло-Омарова мечтают о заветном освещении. Я с суток просто вечером выхожу, действительно темная улица. Правда, я вот на той стороне живу, поэтому просто выхожу, выгуляю вот с ребенком. В тот раз вот здесь две девчонки, даже мою сестру украли. Нам сумку забрали. Там удостоверение все было, документы, золотые швы. Не нашли, вот, менты пошли, посмотрели, ничего нет. Освещения тут вообще практически нет. Вот в этом участке он заброшенный. Там никто ничего не строит, ничего нет. Там и криминала сколько много было. На каких улицах требуется установка освещения, решают сотрудники районных акиматов и в компании «Астана Калалахжарак». По жалобам жителей отрабатываем совместно с акиматами города. Административные районы три совместно. Однако именно в этом участке хорошего освещения уже не будет. Нет технической возможности, уверяют в организации. Да и будущее у частного сектора предопределено. Он, скорее всего, пойдет под снос. Жанна Алпызбаева, Тимур Есиноманов, Виктор Джигерис, Булат Каманов, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова